Все почти точь-в-точь как со сборной Швейцарии. 1-1. Уф! Легче стало дышать. Петарды летят на поле. Мы смотрим повтор. Очень хорошо сыграл Булыкин. Он опередил. Даже нельзя сказать, что он прыгнул выше Немсадзе. Подача Харяки. Видите? Там оказался Хизанишвили. Не успевал перекрыть Булыкина. Пришел ему на помощь центральный полузащитник Георгий Немсадзе, капитан команды. Но не успел. Не успел помешать Булыкину. 1-1. И еще раз. Все в тему на стадионе Локомотив. От брошенных на поле петард. Конрад Плаутс приостановил матч. Напомню, что сегодняшний матч судят 39-летний арбитр из авторе Конрад Плаутс. Говорят, самый быстрый арбитр в Европе. Пока холост. Может, потому что такой быстрый. А сборная Швейцарии... Простите, сборная Швейцарии. В Швейцарии там все по-прежнему. Там 1-0. Швейцарцы выигрывают у ирландцев. Конрад Плаутс сделал небольшую паузу, но показывает, что матч можно продолжать. Дым постепенно рассеивается. Нашу в атаку падает Булыкин. И было нарушение правил. Что, будет сейчас? Да, еще одна желтая карточка. Ее получает третий номер Риваски Маклидзе. Из Тбилисского Локомотива. Вот тот самый защитник, которого я отмечал вот с самого начала первого тайма, с самого начала первого матча, как очень цепкого. Нет-нет, Иван Кабиашвили просто был рядом. Желтую карточку получил Риваски Маклидзе. А до этого, в самом начале игры, Георгий Димитрадзе. Два предупреждения в одной команде и два забитых мяча разными командами. И сейчас готовится пробить штрафной мостовой. Рядом Гусик надвигается Игнашевич. Бьет угловой удар. Ко мне в Кентакскую кабину. Сейчас зашел Джамлет Кухашвили, комментатор грузинского телевидения, очень известный ученик КТ Махарадзе. И напомнил, что завтра будет в Москве вечер памяти легендарного грузинского комментатора. В МХАТе имени Чехова. В 7 часов. Я говорил, что в сборной Грузии сегодня отсутствуют два ведущих игрока. Каладзе и Шатар Виладзе. В нашем составе, к сожалению, нет Алексея Смертина. Улыкин рвется к воротам, бьет в дальний угол. Очень и очень неплохо. Может быть, ждал от него передачи в этом эпизоде Александр Киржаков. Но удар по воротам в дальний угол, это тоже было достаточно хорошее продолжение. Леоргий Ярцев, Леонид Досаев. Еще раз скажу, если мы играем в ничью, а мы очень не хотим, чтобы сегодняшний матч закончился в ничью, но если, мы гарантируем себе второе место в группе и стыковые переходные матчи в середине ноября, независимо от исхода матча Швейцария-Ирландия. Но ничьей, дорогие друзья, быть не должно. Нужна победа. Любой футбольный матч такого калибра, это важный проект первого канала. И не могу не сказать о еще одном проекте. Последний герой 4. Смотрите Последний герой 4 на первом канале. Конец игры. Последний-последний герой. Больше этой программы не будет, поэтому ловить момент. Смотрите Последний герой 4. Говорю вам как участник этой игры. Но продолжается игра здесь, на стадионе Локомотив. Было положение вне игры. Почти во Вратарскую площадь залез Михаила Швейцария и пытался головой переправить мяч в ворота Овчинникова. Последний герой на первом канале. Смотрите. Спасибо.